В акции приняли участие школьники, студенты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители городской администрации, депутаты, ветераны войны и труда, казаки, общественные деятели. Мы, жители города воинской славы, вы, молодое поколение нашего города, будьте достойны подвигов наших великих предков. Не позвольте никому переписать нашу историю, потому что мы народ-победитель, потому что мы народ-освободитель. Помните об этом? С праздником, с наступающим 9 мая. Память о героических предках почтили минутой молчания. К месту захоронения десанта отправилась колонда с гирляндой памяти. Нина Ильина приезжает из Санкт-Петербурга на акцию уже несколько лет подряд. В числе погибших десантников ее родной дядя Анатолий Малиновский. Судьба до 65-го года была неизвестна. Бабушке пришла похоронка, что он пропал без вести. И только в 65-й примерно год нашли и сообщили бабушке. Бабушка приезжала несколько раз сюда, в частности, в 68-й год, к памятнику Калинину. Встречалась еще с женой Калинина. После торжественной части команды патриотов приступают к военно-спортивному многоборью. Ребята долго готовились, накануне только грамоты, но и переходящий кубок с именами всех победителей за 15 лет. Всего на полосу препятствий вышли команды из шести учебных заведений. У молодежи города это первое мероприятие, которым открывается череда праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. Сегодня у нас молодежь преодолеет полосу, дистанцию, ну так не менее двух километров пробежит. Будет выполнять задания переползания по-пластонски, метание гранат, стрельба, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина патронами. Ученики школы номер 16 показывают слаженную подготовку. Они уже не в первый раз принимают участие в мероприятии и знают все тонкости прохождения полигона с препятствиями. Тяжело было перебираться через стенку, стена тяжелая, но друг другу помогали, то есть у нас все получилось, как хотели. По итогам эстафеты на первом месте военно-патриотический клуб «Пост номер один», на втором – сборная Гайкадзорского сельского округа. Замыкают тройку победителей курсанты Института береговой охраны. Руслан Душевский, Анапа-Регион.